Итак, я приветствую вас, телеканал «Импак», программа влияния. В эфире снова я со служителем церкви Вифания, пастором Владимиром Кебецом. Брат Володя, приветствую вас снова. Приветствую, брат Юрий. Очень приятно. Все наши телезрители и все-все вообще, пусть Господь благословит всех нас и поможет нам быть людьми более рассудительными, умными и, наверное, усердными. Усердными. Мы имели прекрасную программу в прошлый раз, мы продолжаем тему. И мы говорили о том, что по-особому тревожится ваше сердце, глядя на состояние церкви, глядя на состояние народа. Это состояние желает быть лучше. И поэтому об этих истинах, об этих ваших тревогах мы и будем говорить с вами сегодня. Я думаю, брат Юрий, все друзья наши, потому что у нас нет людей, которые бы не были наши друзьями. Нам написано «любите врагов». Но дело в том, что почему-то есть места, которые не очень хорошо бы было нам их слышат, но написано, что уснули те и другие. Значит, какое-то состояние такого нерадения, беспечия в народе, в народе Божьем обитает. И когда мы читаем и сравниваем поведение нашего Господа и спасителя Иисуса Христа и нашу жизнь, мы видим, что нам нужно поправляться. Даже не нужно, а необходимо поправляться. Когда мы читаем евреям 6 глава и 12 стих, «дабы вы не обленились» – удивительное слово, «но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Значит, здесь приглашаются, чтобы была у нас и вера, и долготерпение, и вот это качество, которое неприятное, кажется, но чтобы не обленились. Вот. Поэтому для нас большим образцом всегда, как и написано, что он оставил нам пример, чтобы мы шли по его следам. И вот об этом примере и подражать Господу, и по примеру призвавшего нас святого, мы же можем быть такими. И если мы только верующие, от этого нет такого эффекта. И бесы тоже верующие, и даже трепещут. Но нам Бог позволяет быть народом особенным, ревностным к добрым делам и отношениям. Я читаю Евреям 5 глава и 7 стих. «Он в однеплоти своей сильным воплем» – обратите внимание, сильным воплем. Далее. «Иисус слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Это не говорит о том, что просто он как-то просто помолился. Это говорится о том, что было сильное обращение в вопль, это стон, это переживание, вот. Это великий парив энергии. «Со слезами принес молитвы и моления». Моление – это не то, чтобы просто человек как-то поговорил немножко или там, вот. Но моление – это настоятельное, неотступное, проникнутое сильным чувством, страстное обращение к Богу. Поэтому, друзья, я очень хотел бы обратиться не то, чтобы только к таким, знаете, всем верующим, безусловно, ко всем верующим, но особо к тем, кто несет обширную деятельность работы с народом Божьим. Это епископа, это главы союзов, чтобы нам, знаете, углубиться в общение с Богом в молитве. Мы хорошо понимаем, что много может усиленная молитва, но ее устроить – это необходимо, приложить много усилий и организацию народа Божьего. Я понимаю, что весь народ Божий молится, но когда мы сравниваем наше обращение с обращением нашего Господа, мы видим, что есть различия между его ревностью, а Бог избирает в себе народ особенный, народ особенный и ревностный к добрым делам. Далее, когда мы смотрим на фундаментальность божественных истин, то написано – это не дано, это не дано как выбор, это дано для нас, чтобы мы выполнили. И это не есть, как здесь глагол употребляется, это глагол повелительной формы, должно всегда молиться и не унывать. Значит, всегда это не говорит, что мы можем там день, два или как-то, а всегда. Когда мы вникаем в Слово Божие в дальнейшем, допустим, написано, может быть, усиленная молитва. Когда мы читаем римлянам 12 глава, 12 стих, там написано «в терпении», чтобы мы имели терпение, вот, и чтобы, когда мы терпим, то там написано, чтобы мы в терпении были и в молитве постоянной, в молитве постоянной. Почему так не популярна молитва сегодня? Я думаю, брат Юрий, что молитва, она популярна, только она нам не очень вписывается, потому что на это нужно усилие, на это нужен труд, это нужно ночью поднимать. Мы, когда вникаем, то Христос ночью проводил, о чем мы еще и прочитаем. Это говорит о том, что нам нужно вставать тогда, когда не хочешь. Вот такое. И я почему об этом еще напоминаю, мои дорогие братья и сестры, как я обращался к все служители церквей и все старшинствующие братья союзов. Смотрите, как написано. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Дальше. За царей. Если каждая церковь будет молиться за правителя, чтобы он не делал то, что не нужно делать, и делал то, что хочет Бог, чтобы он делал, это имеет силу народа Божьего. Мы знаем, что было время, когда явилась сила Божия, и у царя коленочка в коленочку как-то, знаете, вот. Вот, дрожал он, и вот, и рука вышла и написала, и кажется, что такое, ты же царь, ты же герой, ты же побеждающий, ты же устроивший такой величественный Вавилон. Вот, но мы видим, что это привело его к состоянию трепета, о чем Божий человек сказал. Царь, искупи грехи твои. К сожалению, наши цари сегодня, они больше волнуются о садомлянах, к сожалению. И вы знаете, что наши цари думают, к стыду, что содержание Белого дома обходится государственной казне только Белого дома, свыше 100 миллионов долларов в год, 100 миллионов, одного Белого дома, где сидит царь. И поэтому наши цари думают, что у них такая защита, так защищено это их жилище, такая охрана сильная. На защиту Белого дома работают сотни тайных агентов, сотни. И поэтому, к сожалению, они больше думают, они больше утешают себе мыслью тем, что ничего не случится, что история Навуходоносора канула в лету, и это было в Старом Завете, а сегодня вот такое оружие, что ничего их не возьмет, к стыду говоря об этом. Поэтому история Навуходоносора – это поучительный пример, очень поучительный. Это поучительный, это катастрофическое состояние, это стал перед смертью и жизнью. Поэтому вчера я имел общительство с моими родственниками, они работают по медицине. И вот Олег выразил такую фразу, что один из известных физиков Америки дал предупреждение, что должна быть очень огромная волна цунами, которая захватит Орегон, и даже может покрыть Портленд, и может дойти до Калифорнии. Почему я говорю об этом? Потому что его брат работает по медицине с этим же братом нашим. И он говорит, да, это действительно так. Поэтому, друзья мои, ни один царь не застрахован от землетросений. И мы знаем, что по Библии было время, когда разверглась земля и поглотила людей. Мы видим, что те же ужасы, которые постигли Содом и Гамор, это было вот такое. Поэтому я думаю, друзья, что не наше дело осуждать или не наше дело ждать этих бедствий. Наше дело – это просить, не помилует ли Господь. И поэтому я думаю, что каждый христианин – это особая умница, чтобы, знаете, избежать этих будущих бедствий. Так вот дальше. За царей, за всех начальствующих. Почему это нужно делать? Чтобы проводить нам, именно нам, жизнь, тихую и безмятежную. Смотрите, как красиво написано. Во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись. Вот это наша работа. Когда Вы читали насчет молитв, это понятно. Моление. Моление – это, наверное, высшая форма, самая глубинная форма. Определенно. Я зачитывал. Здесь у меня в моем конспекте написано. «Моление настоятельное, неотступное прошение, проникнутое сильным чувством, страстное обращение к Богу». Между прочим, в словаре Ожегова написано, что моление, и есть слово моление, которое интерпретируется, и оно как страстное, как сильное моление обращение к Богу. Это даже за нашего Господа написано, в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы, это одно, но и моление принес. И моление. И могучему спасти. Поэтому, друзья мои, то, что перед нами стоит сейчас, большие такие стоят сложности и трудности, это верно. И это время не для того, чтобы мы уснули, или это время того, чтобы мы отрезались, как должно. Но почему-то апостол Павел говорит такую, как-то сказать, неудобно разумительную фразу, что именно люди отступают от Господа. И он напоминает, что для меня очень мало значит, как судят другие люди, я и сам судья же всем Господи. И нужно отметить то, друзья, что Бог, Он очень хочет наших личных отношений, нашей личной ревности. И к студию вашему, говорит апостол Павел тоже, некоторые из вас не знают Бога. И я удивляюсь, когда мы читаем о деятельности великого такого священника Ильи, вот, мы видим, что там написано, что его сыновья не знали Бога, это были священники. Поэтому, друзья мои, знать Бога, это значит вести себя так, как Он хочет. Именно вести себя так, как Он хочет. Вот, что Бог хочет. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И для того, чтобы это было, нам нужно молиться за царей, за всех начальствующих, чтобы сопровождать дни тихие и безмятежные. Потому что, когда случилось, случается любое бедствие, я знаю, что проходил ураган, который сворачивал мосты. Вот так. В Сан-Франциско мост, и вдруг он так, раз, свернулся, его нет. Это, 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 и никто не застрахован. Напрасно бодрствует страж, если Бог не созидит. Поэтому мы живем под покровом и водительством Божьим, о чем нам нужно, нужно просить. Что для этого нужно, друзья? Мы напоминали, и я с большой просьбой отношусь к тому, чтобы мы продолжали именно организовывать. Я напоминал, как организовать, потому что если, если церковь, давайте возьмем, 300 человек. Поместная церковь, группочка даже маленькая. Нельзя ли организовать по 2-3 человека или по 7 человек, чтобы мы могли войти в близость и непрестанная молитва. Всегда радуйтесь и непрестанно. Почему-то мы это напоминали, я прошу вас, дорогие служители. Брат Володя, вот прошу прощения, перебил вас. Свою просьбу вы еще выразите. Почему хватает нас, когда идет какая-то акция молитвенная, назначается ежегодная, говорят, ежегодная молитва, это будет там в ноябре месяце, 21-го ежегодная молитва. Эта дата отведена на кем-то из церковных лидеров. Но хватает церкви на какой-то день, на какую-то неделю, по 2 часа помолились. Как превратить это в систематическое, регулярное, как вы говорите, постоянное пребывание в молитве, это уже вопрос. Мы вчера говорили, вы тоже в Корее были, и мы были, и мы были свидетелями, свидетелями, когда корейские церкви, они не молятся скачкообразно. Пастор сказал, через месяц, братья и сестры, молитвенная неделя, но они молятся каждый день, каждый день с 5 утра, и в этом то есть секрет их успеха. Я лично задавал и неоднократно вопрос пастырю, который, кстати, вещается у нас в эфире на импакте, говорю, в чем секрет вашего служения? Он два раза не думал, он сразу же ответил, молитва. Я говорю, вы начали с 2 семьи, 40 лет назад вы начали с 2 семей, и 40 лет спустя у вас 120 тысяч членов. 120 тысяч. 120. 60 тысяч активных членов, те, которые ежедневно в церкви. Ну понятно. А остальные 60, это те, кто раз в неделю приходит в служение. Поэтому он прямо мне два раза не думал, он говорит, секрет это молитва. Я знаю, что это не только корейские пастыры, он просто нам, как сказать, утвердил фундамент, но все мы знаем, что нас избавляло от всех трагедий, переживаний и могилы даже, нас избавляло молитва. Поэтому я не думаю, а я убежден, и убеждаюсь в этом, и убеждаю в том, что только молитва может поднять человечество на нужный уровень общения и милости Божией. Смотрите, так написано. Я читаю Луки, 21 глава, я буду читать 36 и 37 стих. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, дальше, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. И что нужно делать, Господь дает нам пример. Брат Юрий, прочитай, пожалуйста, 37 стих. Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Илеонской. Вы обратите внимание, мои дорогие братья, братья-служители, главы союзов, обратите внимание, что для того, чтобы иметь нам благословение и победу, которую совершил Иисус Христос, Он собой и показал нам пример, но в данном случае Он обращается лично к нам. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, чтобы избежать обстоятельств, которые могут быть, и не только избежать обстоятельств, которые могут быть, но и изменить ход истории человечества. Я как понимаю это место, брат Володя, что не обязательно, что наша молитва не всегда, и не обязательно наша молитва, она приведет к изменению обстоятельств. Богом определенное что-то в виде наказания, в виде каких-то тяжелых испытаний для человечества, оно придет, но когда Господь говорит избежать, это как раз Господь говорит относительно того, и яркий пример этому мы находим, когда Господь говорил, находящиеся в городе добегут в горы, находящиеся в селениях добегут в горы, это когда Он предсказал о разрушении Иерусалима. Разрушение, Он сказал, обстоятельства не поменялись, Иерусалим был разрушен. Царь Тит, император, а не царь, римский, путеводитель войска, он пришел со своим огромным войском, разрушил, уничтожил, но те, которые вспомнили слова Иисуса Христа, они убежали в горы, и церковь была сохранена. И поэтому, когда Господь здесь говорит о том, что избежать грядущих бедствий, они придут, но Бог сохранит, Бог может не сохранить, знаете, мы как проповедники любим говорить, Бог не сохранит нас от печи, но сохранит нас в печи. Да, Бог не сохранит нас от кита, или этого, чрева кита, но в чреве Он сохранит. Поэтому, я так понимаю эти, наверное, вы солидарны со мной. Дело в том, Юрий, что мы, конечно, будем работать в унисон, но дело в том, что на всей ситуации есть особенность. Каждая ситуация имеет свою особенность. Мы в тот раз напоминали, что когда Иона, он не хотел этим языческим падшим что-то принесть, но Бог хотел спасти. Дальше, когда он попал в очрево кита, я уже в тот раз напоминал, 550 миль кит его доставил в Ниеве. Может, он плыл бы на корабле месяц, но кит его доставил и выбросил его, иди работай, Иона. Вот, такое, правда, ну это своеобразное время, я не думаю, что в наше время мы тоже не похожи на кого-то подобных, как и был Иона. Но дело в том, что есть то, что Бог хочет сделать через нас. А для того, чтобы Бог сделал это через нас, нужно молиться и познавать Еу волю. Познавайте, что есть воля Божия. Благая, угодная и совершенная. Та воля, что должно всегда. Молиться. Молиться и делать дело Божие, не унывать. Я хочу прочитать по отношению того, что ты напоминал, Юрий. Да, есть то, что Бог определил, но есть то, что Бог хочет. Когда Он определил, то вот смотрите, что написано. Вторая парлипоминон и седьмая глава, четырнадцатый стих. И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся, обратите внимание, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и дальше и исцелю землю их. Поэтому, Юрий, мне очень нравится вот это место. Везде где не ступит нога ваша земля? Да, святая. Будет ваша. Ваша? Вот. Поэтому мы стоим на земле. Однажды, когда я жил в Грузии, в Абхазии, в Сухуме, один абхаз приходит ко мне и говорит, ты на моей земле стоишь. И я посмотрел, и что-то у меня наполнилось внутренностью, и я не знаю, какими глазами я на его смотрел. Но я говорю, ты на моей земле стоишь, а не я на твоей. Понял? Нет? А он так на меня посмотрел, вот, я говорю, вот, Бог создал всю землю, я стою на земле Бога моего. Он говорит, извини тогда. Поэтому, брат Юрий, все мои братья, сестры, все друзья, я очень прошу, наша обязанность каждого, независимо в какой деноминации мы находимся, поднять вопль к Богу. Мы в прошедшем общении с братом Юрой напоминали, что во время ионы каждый вопел к своему Богу. Поэтому обращение к Богу, а он милостивый, как мы уже почитали, он может изменить и обстановку, и правители, и земли. Вы, вы, вы в своих молитвах, вот лично ваша практика, вы в своих молитвах больше молитесь, чтобы все-таки Бог исцелил, если мы говорим за состояние Америки или состояние народа Божьего в Америке. Вы больше молитесь, чтобы Бог исцелил эту землю, исцелил Америку, возвратил праведность, возвратил принципы святости, чистоты и целомудрия в общество. Или вы молитесь, чтобы Господь вас сохранил в этой стране? О, Боже, избавь от этих искушений. Молиться, чтобы моё вот это вот было сохранено, это позор христианина. Вот, не о себе только каждый заботится, но каждый заботится и о других, поэтому мы говорили о Ионе, который упрямствовал, но Богу нужно было помиловать 120 тысяч, как мы понимаем, детей, которые не могли отличить. И мы говорим, я смотрю, по нашим пониманиям, 40 лет – это род, от рода до рода 40 лет, 175 лет Бог продлил род, который совершил покаяние. Вот. А потом, когда набралось вот то, о чём мы говорим, что и обратиться, и обратятся от худых путей своих, не обращались от худых путей, а грязли в этих путях злых, и поэтому вызывали гнев Божий. Но я хочу утешить и себя, и, наверное, всех. Дело в том, что Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Я удивляюсь, когда мне пришлось напоминать народу Божьему, о себе, конечно, для народа Божьего, о покаянии, то иногда мы, когда читаем 30 стих 17 главы Деяния Апостолов, там написано, что Бог повелевает всем людям, повсюду покаятся. Но когда мы читаем послание Петра, 2 Петра, и 3 глава, и 9 стих, там написано, что немедлит Господь исполнением, обетование, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит кого? Нас. Это уже не мира. Это нас. Вот нас терпит. Это терпит служителей, которые небрежно относятся к молитве, которые просто, может быть, рады тому, что есть церковь и есть благоденствие. Но благоденствие – это мы. Благоденствие – это надо нам устраивать. Благоденствие – это надо нам прилагать усилия, как мы уже читали, молиться за царей, за правителей, за всех начальствующих, чтобы сопровождать. Я, друзья, признаю такую истину. И я чувствую лично себя неудобно. Если бы я задал вопрос, кто как кушает? Раз в день? Раз в месяц? Спасибо, брат Юрий. Регулярно. Сколько раз? И не раз, наверное, и не два. Не раз, не два. А если холодильник забит? А если холодильник? А если водичку пьем? А если сок пьем? А если кофе пьем? А если шоколадку берем? А если печеницу берем в рот? Это раз в месяц? Это раз. Почему мы должны не питать духовного человека вот так же? Вот где-то написано, кто знает, где-то написано, подумайте, седьмикратно в день прославляют тебя. Это что написано? Это написано просто так? Поэтому, друзья мои, я еще и еще и многократно хотел бы обращаться именно к служителям церквей, организовать церковь для молитвы и стояния перед Богом за то, чтобы не было война, за то, чтобы не было отвратительного поведения человечества. Мы видим, к чему идет человечество. Я не хочу напоминать о тех, знаете, гнилых. Гнилых? Да. Вот. Или же ненужных законов. Юрий, чтобы ты знал, я уже больше десяти лет молюсь, чтобы Библия была в школах. Почему-то говорят, что один человек забрал Библию со школ. Почему христиане не могут помолиться, чтобы в этом году Библия была в школах? Я... Ваше состояние блаженно. Господь, глядя на вас, радуется. Брат Юрий, я хочу такого блаженства всем. Всем, всем, всем. И не только верующим людям. Я хочу такого блаженства всему человечеству. Потому что если пришла... Если пришла... Вот у нас взрыв Чернобыли был. Понимаете? Кому это надо? От этого гибнет большая часть Украины и Белоруссии и дальнейшая. Понимаете? Где продолжаются эти ужасы и эти страдания человечества. Кому это надо? Сейчас я переживаю и тоже молюсь за то, чтобы в наших странах и в Украине, и вот и России, и все. Чтобы как-то мы поумнели. Мне что не понравилось? Я уже говорил о себе, что... И мне был годик и один месяц, как началась Вторая мировая война. И что я, ребенок, виноват? Но дети наши страдают и только потому, что мы не можем поднять должный вопль к Богу Божию. Примири народов. Ты примиритель народов. Примири. Обрати внимание. Брат Юрий, вот стоит нам обратить внимание, чем заканчивается каждая война? Когда я об этом рассуждал, давайте помиримся. Уже победители прижали там, и все, давайте заключим мир. Так не лучше ли до гибели миллионов заключить мир и отработать согласие? Обязательно надо массовое кровопролезие. Поэтому я лично в этом, и как служитель, и как, знаете, соучастник вечной жизни, я очень прошу, всех очень прошу. И в данное мое обращение не только к таким, знаете, рядовым людям, как мы, но я прошу, обращаясь к большим церквям и к маленьким церквям служителей, чтобы организовать молитву. И именно молитву организовать не год, не два, не три, а постоянно организовать молитву ежемесячной нужды. К примеру, 1 января мы молимся за мудрое управление странами. На текущий год. На текущий год и на все последующие годы. На текущий год это для меня мало. Вот на все, даже, вы смотрите, мы уйдем с планеты, а поколение наше останется. Что мы оставим для наших детей? Долги, проблемы, беды, болезни, что? Понимаете? Поэтому, когда мы усилим молитву, много может, аллилуйя, усиленная молитва нашего и праведного. Вы знаете, я вспоминаю в нашу тему книгу, предназначенную для престола. Вы, наверное, тоже читали эту книгу. Вы помните, что автор пишет, что ради церкви и восходит, и заходит солнце. Ради церкви светит луна. Бог все сделал ради церкви. И та тема, о чем вы говорите сегодня, если церковь является, как мы говорим, латмусовой бумагой того, что происходит. То есть это тот показатель церкви, это тот показатель, который демонстрирует состояние общества. Я так понимаю. Вы знаете, на днях канцлер ФРГ Меркель, известная леди, знаете, леди, которая, как премьер-министр ФРГ Германии, она заявила, когда ее начали упрекать в том, что зачем вы пускаете арабов и мусульман, которые оккупируют Германию и Европу, зачем миллион беженцам вы приняли? Они же будут забирать наши церкви, они будут строить мечети, они будут исламизировать наши семьи. Знаете, что она ответила? А где церковь? А почему церковь не делает это? Почему ваши христианские церкви пусты? Я так ее послушал, думаю, смотри, какой мудрый человек. Что же церкви германские, немецкие, опустили? Опустили, в прямом смысле... Кто вас выгонял с них? Грех выгнал. Да, 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 так вот с этого надо и поправлять, о чем мы говорим, чтобы исцелить землю. Совершенно верно. Юрий, я глубоко уверен, и ты это знаешь, и все служители, и все верующие знают, что пока есть 10 праведников в городе, он может созидаться. Походите по улицам Иерусалима, распростите и разведайте. Слышите, я еще, когда читаю, смотрю, думаю, разведайте. Не найдете ли человека, который выдержался? Правда, я бы пощадил Иерусалим. Друзья мои, я бью тревогу. Я бью тревогу не потому, что я лучше кого-то из нас, а потому, что нельзя нам быть в беспешном состоянии, если на Украине две тысячи с половиной церквей, и почему тревогу не поститься каждый день за то, чтобы мир пришел, коррупция ушла, чтобы люди покаялись. Когда люди покаяются, мы знаем, что был такой человек, и я когда вспоминаю о нем, кто бы его привел к покаянию, он бы снял бы голову, саввил дыша угрозами, а? Кто ему мог бы принести весь благое? Вот. Ему никто не мог, но Бог мог. Бог может остановить любую коррупцию, любое падение, любой гибельный вариант человечества. Я в беседе с одним пастырем с Украины, это еще в период прошлой революции, оранжевой революции, не последнего Майдана, а в прошлой революции, я говорю, что, чем церковь занимается, в чем сила церкви сегодня на Украине. Он так посмотрел на меня внимательно, говорит, Юрий, говорит, оранжевая революция, то есть первый этот Майдан, еще тот, говорит, он дал свободу нам, он дал нам возможности еще больше евангелизировать, но вместо этого, мы, говорит, служители, мы ударились в политику, мы начали быть политикантами, не молитвенниками, а политикантами. Каждый начал рваться, стремиться в какие-то органы управления, стать помощником министра. Зачем, говорю, ты епископ или пастырь, зачем тебе помощником министра? Тебе самая важная роль в этом мире спасать людей, доносить слово Евангелие. Зачем тебе корочку иметь помощник, или помощник депутата, или советник депутата, или заместитель там какого-то мэра города. И церковь, он мне лично признался, говорит, мы потеряли предназначение, мы упустили шанс, который Бог дал нам. И поэтому, брат Володя, то, о чем вы говорите, это архиважно, как мы говорим, это архиважно, не просто важно, а важно в кубе, или важно в четвертой степени. Дело в том, брат Юрий, все наши любимые друзья, пусть это верующие или неверующие, когда я исследую неверующих людей, нет, каждый верит в вот что-то. Но одному я сказал, я уже говорил, когда мне приходилось беседовать не с одним из деятелей науки, я говорил, не один деятель науки, я очень восхищался одним из президентов, вице-президентов Академии наук, это был Келбиш когда-то, это он организовывал, при его проектах шло изготовление первого спутника, это при нем запускался спутник Юрий Гагарин, запускался тогда в космос. Я когда смотрел на этого умницу особого, вот, это человек науки, знаний, он умер в 64 года, а я так посмотрел, думаю, как это может быть? Поэтому любой научный деятель уйдет из этой планеты. Смерть, она назначена для, мы ввели эту смерть в жизнь, вот, Адаму не было сказано, что ты, вот, а было сказано, что вот когда ты покушаешь вот это, ты смертью умрешь. А вы знаете, я вспоминаю другого, я просмотрел на первом канале российского телевидения, это не в знак рекламы этого канала, была потрясающая программа, сделали целый час фильм, документальный фильм, автобиографию человека, великого ученого в России на сегодняшний момент, нейрохирург. Нейрохирургия – это уникальная наука, которая изучает происходящее в мозге человека. Один из кандидатов от республиканской партии сегодня в Америке – это бывший нейрохирург, который делал сложнейший афроамериканец. Он также баллотируется в… И, кстати, по рейтингу он идет вместе с Дональдом Трампом. То есть он набирает очки, он сам глубокий, ну, глубоко верующий человек. Он много об этом говорит, он говорит о Библии, которые в школах должны… Аллилуйя. Да, он много говорит. Так вот, он также нейрохирург. Так вот, первый канал российского телевидения показали ученого российского. Он директор института нейрохирургии, самого известного института, изучающего процессы происходящего в мозге и лечения болезней в мозге. Так вот, была показана его автобиография, где он родился. Этот человек, фамилия его Коновалов. Да, это как фамилия пастора Юрия Коновалова, но зовут его Александр Коновалов. Так вот, он входит в тройку, в тройку самых известных мировых специалистов в области мозга, мировых. Трой? Да. Один из троих. Один из троих. Второй еврей из Тель-Авива, потом идет американец и россиян. Больше их троих нет. И корреспонденты брали, ездили с ним на его рабочем месте, когда он операции делает на мозг. Все-все в его семье, все-все. И вот, что меня шокировало, что меня тронуло по-особому, в конце программы, ведущий корреспондент вот так сидел напротив и задал ему вопрос. Говорит, Александр по отчеству его. Ваше отношение к Богу и ваше отношение к религии. Я почему-то ожидал, я ожидал услышать, что так мозг сконструирован, так он функционирует, что вне высшего разума не может быть вот такой сложной системы сотворенной. Я ожидал это. Знаете, что я услышал? Длинная-длинная пауза. А камера же это все показывает. Длинная пауза. Он глубоко вздохнул, этот Александр Коновалов. И говорит, глубоко вздохнул. И его следующая фраза, она, ну, сильно тронула меня. Говорит, я, к сожалению, не могу уверовать. Я бы хотел верить Богу, но не могу. И я так посмотрел, думаю, вау! Человек, который расчленил и знает в мелочах все процессы, происходящие в разуме, происходящие в мозгу человека, знает, он разложит по полочкам. Почему это? Почему это? Он восхищается сложностью этого аппарата. И в конце программы говорит, я бы хотел, не могу уверовать. Представляете? А я думаю, я думаю, вау! А насколько мы блаженны, насколько мы счастливы, что Бог нам открыл, это написано, Духом Святым, открыл истину. Мы не знаем, что там происходит, но мы верим, что есть жизнь потусторонняя. Брат Юрий, стоит обратить внимание даже из тех слов, которые сказал ты. Зафиксировал ли ты это или нет, но я зафиксировал. Смотри, как ты сказал. К сожалению, говорят, я. Да. Я – это всегда падение я. А если я признаю Иисуса Христа как с моим спасителем, я имею в виду. Поэтому я буду иметь победы. Поэтому мы лично лично я не смутился бы от этих слов, но я бы сказал бы, Господь, открой ему. Несомненно. Разум, познание истины. Ко мне много обращаются иногда родители и дети по разным состояниям. Вот. Одна мама обратилась с таким вопросом. Меня дочь назвала «Ты не моя мать, и я тебя никогда не любил и не люблю». И она, и мама, которая лебеяла, носила, осталась убитой этим. Она говорит, брат Володя, я горкими слезами рядала три дня и, говорит, перепила таблетки и всё. А я улыбнулся и говорю, и что ты сделала? Ты убила себя, ты не способна помолиться ни за себя, ни за ребёнка. А теперь, слушай внимательно, это сказала не дитя. Это ей вложена мысль, которую она поддалась и выбросила тебе. Брат Юрий, нам нужно хорошо понимать, что есть выражение мысли людей, которые не они говорят, а им вложено. И вот если бы, а я во свете нашей беседы, я думаю, а если бы нашлась молитвенная группа, которая бы ходатайствовала за этого величайшего учёного, за великого учёного, а если бы она ходатайствовала, а если бы эту программу, а я не сомневаюсь, первый канал российского телевидения смотрит 300 миллионов человек, 300 миллионов, это самый раскрученный российский телеканал. Это сильный канал, да. Если бы, я не сомневаюсь, что христиане смотрели эту, думаю, а если бы они начали ходатайствовать, разве это не была бы победа для Царства Божьего, когда этот человек, и ему подобны, таких очень много, но я просто запомнил его фразу, что он не может, он просто не может уверовать. Дело в том, брат Юрий, что нужно хорошо понимать, у меня есть особый материал, который я излагал для всех учителей Братства Америки, для учителей воскресных, подростковых и языковых школ, я излагал материал искушения, депрессии, преодоления испытаний. Вот, мы не можем понять, или не хочем понять, или недостаточно вникнули в это, есть работа дьявола над человеком. И обратите внимание, когда я с моим молитвенником преподавал, понимаем ли мы, что такое стрелы лукавого, и как их отражать, когда я задал бывалым молитвенникам вопрос, с чего начинаются стрелы лукавого, они на меня смотрели. Я говорю, что смотрим, как будто бы никогда не знали. А как же мы тогда, старые, бывалые христиане, можем отражать стрелы лукавого? Как мы можем противостоять ему твердо веры? Почему мы говорим сегодня об этом нашем общении, о молитве? Это противостояние против всех козней дьявола. Обратите внимание, брат Юрий, что когда читаем второе послание Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стих, там написано, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, имени, спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем. Это о чем говорит? Это говорит о том, что против народа Божьего действует твердыня, если мы не соединимся в молитве с нашим Создателем, чтобы нам принять силу и нам противостоять, потому что однажды сказал Бог, и дважды я это слышал, что сила наша у Бога, там, ни у нас, ни в наших мышлениях, ни в этих ученых, вот, от смерти не может быть избавлен никто, последний враг будет истреблен. Смерть. Это смерть. Поэтому я очень прошу, брат Юрий, мы напоминали в том нашем общении, мы напоминали, нужно организовать и поднять не одну церковь, а все церкви земного шара, все страны христианские и признающие не христианские страны, и молиться за покаяние народа Божьего, весь мир Божий. дано Христу всякая власть на небе и на земле. Поэтому вот этого нужно нам именно начать и это продолжать. Почему бы не молиться всем церквям за Северную Корею? Почему не молиться там, где обезглавляют наших христиан сейчас? На сегодняшний момент, на днях, буквально позавчера, 11 христиан в Сирии были обезглавлены. В этот момент, когда звучит этот эфир, когда мы ведем беседу, в этот момент, это статистика, упрямая вещь, говорят, в этот момент кто-то из христиан обезглавлен. в этот момент насилуют христианских женщин из-за того, что они христиане. Это делают мусульмане. Это то, о чем вы говорите. То есть, не воспользоваться этими привилегиями свободы, благополучия, не воспользуются, это, наверное, преступно, небрежно и грешно. С нашей стороны не воспользоваться для того, чтобы действительно быть этими ходатаями, ходатаями, предстоятельными перед Божьим престолом. Поэтому, дорогие мои братья и сестры и дорогой Божий народ, служители, все служители всех церквей, вот, всякого верующего человека хорошо, очень хорошо, чтобы, как мы уже отмечали, это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, чтобы мы подняли наше обращение к Богу, к тому, или, вернее, о том, чтобы нам иметь успех. И церковь, это, церковь, это не есть какое-то общество слабости, это церковь есть грозная, как полки со знаменами. И когда были ужасные моменты, и момент, когда, о чем мы напоминали, печи были, и когда львиные рвы были, мы видим, что это было для того, чтобы потом люди склонились и чтили вечного Бога. Сейчас, что случается, отклонение в разные состояния грехов, извращение, это говорит о том, что христианство должно поднять свой вопль к Богу. Вот, как и написано, вопль содомский и гоморский поднимался, а нам нужно поднять вопль христианский, помилуй Господь и открой. Открой. Когда Христос уже был и последние его были обращения, он сказал одну фразу, прости им, ибо не знают, что худо делает. Поэтому, когда мы будем молиться, Бог силен, Бог силен изменить все то, что и в его воле, я думаю, что мы все будем согласны, нет воли, чтобы погиб один из малых всех. Поэтому... Как практически вы делаете, как практически вы советуете и практикуете служение церкви? Практические молитвенные собрания? Распределяете почасово, на страже, по стражам или... Лично в моей группе, которая вот и есть больше семидесяти человек, или же около семи, колеблется немножко, иногда приходят, уходят. Группа распределена от два ответственных человека, и эти ответственные имеют еще подгруппу, допустим, каждая группка состоит семь, восемь человек, вот, и когда идет по два человека идет с постом каждый каждый день по вот этим нужным. Допустим, как я уже говорил, январь, благодарение за то, что Бог помог прожить год, вот, но это больше всего в декабре, а в январе благодарение и просьба за мудрое управление страной, в которой мы живем, или странами мира. Февраль месяц за благословение семей народа Божьего, чтобы не было таких вот, знаете, состояний разводов, разногласий. Когда-то об этом не говорилось, сейчас мы молимся. Постоянная нужда, которая на все месяцы, это за спасение наших семей, наших детей, за браки наших детей, вот, за учебу, за профессии, вот, это постоянная нужда, вот, март месяц за благословение кемпов и всех, и все выезды, которые будут совершаться, чтобы Господь благословил учителей, и все. За воскресные школы, за школы подростковые, за все школы и учебные процессы молятся тоже каждый день, вот, такое. апрель месяц за то, чтобы Бог благословил выезды миссионеров и всех работников, май месяц за то, чтобы Бог благословил все, все движения благодати Духа Святого и совершил свою работу, и так далее. И так далее. Показывает, что время наше истекло. Жаль очень, жаль очень. Это время, это встреча не последняя. время. С вами интересно проводить эфир от Володи. Дело в том, Юрий, я представил, как Господу интересно, когда мы все начнем молиться. Вот весь земной шар поднимется, Божья благословила. Я более чем уверен, что эта программа не зря была, ваше слово было не зря, услышанное вами, друзья, не зря, то есть это от Господа, это аппоитмент был от самого Господа, если даже некоторых из наших зрителей это поощрит и даст усердие к молитве, цель наша достигнута с вами. Брат Иерой, не обижай, пожалуйста, я хочу не некоторых, а всех, все церкви, все служители, что вы... Позвольте такой вопрос вне эфира между нами. Вы в прекрасной спортивной форме. Узнал я до эфира, что ежедневно 120 раз вы отжимаетесь от пола. Иногда меньше, иногда больше. Иногда меньше, но вы держите форму. Держу. Вы считаете, что... Это уже не в эфире? Это мы уже в эфире, это мы продолжаем в эфире. Вы считаете, что мы должны держать свой организм, чтобы он был полностью здоров и направлен... Дело в том, брат Юрий, я человек, который всегда небрежно относился к себе. У меня, знаете, сиротская жизнь, и я мог такое погрузиться в добро и мог не замечать о себе. Я не кушал, я не... Но пришло время, когда я включился. Во что я включился? Вот я сейчас тебе говорю, как другу и брату, если кто-то слышит, пусть послышит. Мы есть храмы, живущие у нас Святого Духа. А я так читаю, а дальше апостол Павел говорит, кто разговаривает храм сей? Того покарает нас. А я думаю, зачем мне, чтобы покарал меня Господь? Надо немножко смотреть за храмом. Вот. Поэтому, друзья, я очень-очень-очень хочу и, знаете, пока мы живы, мы должны стараться предлагать усилие, поэтому... Вы сказали, а народ услышал. Пусть Бог печатью Духа Святого утвердит сказанное и слово да будет принято во имя Господа Иисуса Христа. Брат Володя, спасибо большое. Очень приятно. Оставайтесь с нами на импакте. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Будьте благословенны. Иисус Христос Субтитры создавал DimaTorzok